привет с вас домики для цитрусов сегодня у нас речь пойдет о мандаринчике клеминдор ну а сначала я вам покажу как у меня распустилась котлея сегодня зима и у нас первый день подрадовала солнышко полдня так солнышко хорошее было и вот у меня возле пруда распустилась котлея желтая очень красиво цветет вот такие замечательные цветочки у котлеи такой огромный куст такие желтые цветы у этой котлеи еще скоро зигопиталум зацветет это лудизия тоже выпустила бутончики то есть орхидеечка нравится моим возле моего мини пруда с моими карпиками кои вот такой апельси мандаринчик клеминдор то есть сам он достаточно компактный и очень такое хорошее у него шевелюра листочки мелкие то есть он не крупный листья мелкие и плоды у него тоже средненькие такие они не совсем мелкие но такие вот не крупные средние даже можно сказать чуть меньше средних плодов на нем было очень много такой плодовитый и сам компактный он такой вот видите пушистый с мелкой листвой и компактненький плодовитенький это первое у него плодоношение был хорошо в плодиках но часть плодов конечно же осыпалась у него еще недозрелом виде и сорт я бы сказал он такой позднеспеленький потому что мы пробовали так на протяжении всего времени чтобы понимать когда его уже пора снимать и они были еще кисловаты и только вот недавно они начали обсыпаться некоторые плоды и да они уже стали сладким и вкусными то есть клей миндор мандарин клей миндор компактный красивая крона у него такая густая листочки мелкие плоды тоже средненькие и меньше средненьких и сейчас посмотрим что же они представляют собой внутри такое деревце компактные листочки узенькие и мелкие как для мандаринчика вообще мне кажется идеальный такой сорт для балконов потому что компактный крона такая широкенькая шевелюра такая хорошая и довольно таки вкусные плоды и их немало что мало важно что плотов на этом мандарине немало сейчас посмотрим как он внутри будет выглядеть сейчас мы разрежем мандаринчик очень сочный очень тонкая кожура семена могут быть и могут не быть то есть в одном в этом плоде вот есть семечко сейчас мы посмотрим как он будет чиститься потому что я уже не помню кожура достаточно плотно прилегает принципе чистится он тоже хорошо несмотря на то что кожура очень тонкая и очень плотно прилегает чистится замечательно не так как он шил кожура не встает но в принципе почистился без проблем и очень сочный очень даже вкусный мандарин не сильно сладкий нет у него приторного этого сладкого вкуса не кислинки кислинка отсутствует совсем чистится хорошо даже несмотря на тонкую кожуру семечек вот одна попалась в которой мы попробовали и перед этим чистили ним тоже была всего лишь одна семечка сейчас вот я вам для сравнения покажу клеопатру вот для патра уже дозревает целой кучей плодов один под ним плодом пожертвуем вот тут будет очень много форма у них одинаковая почти то есть такая сплюснутая по лесам но этот более рыхлый клеопатра этот плотненький красивенький что мы увидим в клеопатре клеопатре много семен почти в каждой дольке будет по семечку хотя кожура у него вот легко будет отходить чистится она будет легко но семян у нее будет очень даже много сейчас еще один раз срежем ой смотрите как он будет чиститься хорошо так а теперь как его так разрезать и не получится еще один сорвем вот клеопатра будет все с семенами большим количеством то есть клемин дольщик выигрывает на фоне клеопатры борозы вот такой мандаринчик клемин дольщик то есть на данный момент и я не знаю конечно раньше клеопатру пробовать не доводилось нужно дать еще повисеть но она проигрывает и проигрывает очень здорово клемин дольщик хотя бы даже пока она еще в таком недозрелом состоянии я думаю что это недозрелое состояние еще кисловата мы довольно таки хорошо кисловата и очень много семечек пока мы ее отставим они будут отдельно ролик а клемин доль ну такой замечательный порадовал принципе и компактные и листочки маленькие и плодов достаточно много завязывает и плоды вкусные растите цитрус все дома радуйте друзей и близких оставляйте свои комментарии до новых встреч и и и